Я ещё ходила к новому гинекологу. Я почему-то думала, что здесь будут заломы. Я аж мурашками покрылась. Оказывается, у меня положительный тест. Я купила себе ещё вот такие витаминки. Папа! Наша продуктовая корзина. Сегодня я буду готовить лазанью. На этот раз я отварю листы лазанью. Подумаю, что получится оно вкуснее. Такой сыр взяла. Мяники, салат, кукурузную палочку, фарш для лазанью. Лёшку взяла на пробу такой кабачок. Фу-то, няня. Сыр на лазанью. Напиток Алексею взяла. Форель. Сейчас я хочу сделать овсяно-блин. Нам потребуется форель. Как раз таки салат. Ладно. Такой вот творожный сыр. Папе взяла финики, диватные палочки. И для салата помидоры, окурсы и манка. На завтрак буду готовить овсяно-блин. Добавляю яйцо, овсянку, молоко. Всё смешиваю. Жариваю на сковородке. Добавляю свою любимую начинку. Ага. Людить не заёшь. Давай. Можно? Всем добрый день. Мы сегодня гуляем. Последний день. На площадь памяти решили пройтись возле нашего дома. Давай вставай. Конечно. Давай за вас. Сейчас будем фоткаться. А там внутри что-то есть? Да, да, да. Наверное, нет. Или, наверное, нет, да? Всё. Я запустил несколько. Давай. Такие. О, господи. Вы не упадёте? Не. Точно? Идём фоткаться на БМП. Интересные, конечно. Танки. О, это пушка. Офигеть. Капец. У неё отдача, наверное, жёсткая. Это просто поражает, девочки. Отдача может убить. Капец. Это что? Ты поднимаешь? Нет. Честно. Тут заблокировано, наверное, всё. Нет, себя залежку. Ну, чтобы ничего не сделали. И прицел сняли. Прицел тоже нет? О, где стоит, вот. Угу. Пипец. Что, сводкать тебя на ней? Это макеты. Это, да. У нас такая пасмурная погода. Сейчас пойдём посмотрим на вечный огонь. Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в Тюмени в Гольду в Великой Отечественной войне. Я аж мурашками покрылась. Такая красота здесь. Здесь вообще ходить-то можно. Вечный огонь входит в комплекс мемориал памяти. Символ народной памяти о жертвове Великой Отечественной войны. Помним, чтим, храним. А здесь за деревьями. Я даже не знала, что здесь есть. Интересно здесь прям в парке. Первый раз её вижу. Хочется домой ёлочку такую посадить дома. Они долго растут. И потом с мужем будем сидеть старые... Что это? Сувенир не дарит подарок. Веряток подарок. Четыре года по вот этим дорогам мы ходили со студии домой. Алексей фюжелеет о нашей старой студии. Хочет, чтобы мы назад вернулись. Папа. Папа. Деда. Баба. Папа. Ты что, екаешь? Папа. Совсем недавно я на Азоне забрала такие коврики. Очень классные. Сейчас распакую и вам покажу, как они выглядят. Этот коврик прорезиненный. И он под унитаз. У нас плитка достаточно холодная сейчас здесь, потому что нет отопления. И этот тоже прорезиненный. Их удобно будет мыть. И они свою форму не потеряли. Я почему-то думала, что здесь будут заломы. Эти коврики я заказала на новую квартиру. Но пока они у нас здесь на старой полежат. Или, может быть, на новую я уже закажу новые коврики. Недавно на госуслуги пришло уведомление. Оказывается, у меня положительный тест на ковид. За всё время, пока шла эта эпидемия, у меня никогда не было положительного теста. Я не делала прививки. Чувствовала себя просто великолепно. Такие странные симптомы были. В период этой болезни так сильно я не болела никогда в своей жизни. Заболело горло первое. Потом стал першить нос. Потом нос отпустило, горло отпустило. И стала ломать всё тело. Так как я кормлю грудью, мне нельзя было принимать антибиотики. Я как бы и не собиралась идти в больницу. Я думала, что вот Алексей заболел. Он пропил три дня каких-то сильных антибиотиков. Его отпустило. Он полностью выздоровел. А я просто слегла. Я поэтому не снимала видео. Потому что реально у меня не было сил, желания. Я просто хотела спать целыми днями. И здесь ещё ребёнок. Хорошо, что муж взял больничный. Открыл больничный себе на неделю. Потому что, мне кажется, одна бы с ребёнком я просто не вынесла. Очень тяжело разговаривать. До сих пор горло болит. Уже прошла неделя. И можно сказать, четыре дня я просто лежала пластом. Ещё приехал папа. Мы с ним договаривались, что он приедет во вторник. Он приехал в среду. И, можно сказать, меня даже не предупредил. Ему ехать очень далеко. Он просто собрался. Вы знаете, как ответственный человек. И приехал практически в ту дату, в которую мы с ним договорились. И мы хотели ребёнка крестить в субботу. По поводу крещения немножко попозже вам расскажу, что я решила. Знаете, мне постоянно девчонки пишут, что почему ты решила это. Или ты решила сделать такой ремонт. Вы думаете, что я главная в доме. Я всё решаю. Но на самом деле нет. Я говорю от своего лица. Потому что это мой блог. И я рассказываю про себя от своего лица. Поэтому я так говорю. А все решения, которые мы принимаем в нашей семье, мы принимаем совместно с мужем. Я с ним советуюсь. И потом от своего лица это говорю. Допустим, я выбрала такую плитку. А всё, что касается дизайна, готовки. Всё выбираю сама на свой вкус. И Алексеев, он мужчина, ему в принципе не важно, как будет, что выглядеть. Ремонт он полностью доверяет мне. В общем, и потом у нас слёг Лёшек. У него было 38,8. Его организм два дня боролся с температурой. Он просто плакал. Мы его носили на руках. Вообще такой вялый был. Он только вот сейчас буквально два дня начал веселиться. Начал ножками шевелить. Хотя так до этого у него вообще не было настроения, не было сил. Прям по нему было видно. И на животик он даже не бросился. Обычно, когда я его кладу на спинку, он сразу переворачивается на животик. Начинает там огукать, что-то говорить на своём. Вообще не могу разговаривать. У меня прям у горли комок какой-то стал. Лёшеку, конечно, было очень сложно. Я безумно благодарна своему мужу, что он за мной ухаживал. Он носил мне в постель еду. Он носил там всякие вкусняшки, фрукты, очень много воды, очень много разных напитков. Я только вставала до туалета и назад. Потом, когда приехал папа, я заставила себя сходить в душ, привести себя в порядок. И куда-то там, допустим, прогуляться с папой, либо с Алексеем. Буквально там, не знаю, на полчаса мы выходили. И всё. У меня была такая слабость. Хоть я в Телеграме и постила всякие фотки, где я там улыбаюсь, где мы счастливы. Но на самом деле это было безумно сложно вот это вот всё. Кстати, подписывайтесь на Телеграм. Там у нас всё в режиме реального времени. И можно сказать, папа приехал на 4 дня. Все эти 4 дня я решала крестить Лёшка или не крестить. Вообще, папа приехал на Кристины и познакомился со своим внуком спустя 4 месяца. Наконец-таки доехал. Он сейчас у меня на пенсии. Ему тяжело ездить куда-то далеко, ехать почти тысячу километров. Мучительно для него. Мне дорога тоже всегда давала достаточно тяжело. Он уже уехал сегодня рано утром. Уехал он мне уже звонил. И такой счастливый, что он доехал там за 4 часа до Петропавловска. Это достаточно быстро, вместе с границей. Потому что сюда он добирался почти сутки. Я ещё ходила к новому гинекологу. Она посмотрела на мои швы и сказала, кто это вам так зашивал. Когда я сказала, что это в мать и дитя мне зашивали, она была супер удивлена. Позвала ещё каких-то врачей. Честно, я была очень удивлена, что она не сама вот это решение приняла. Она ещё позвала врачей, чтобы посоветоваться. И там смотрели всё вместе на мои швы. И она брала, когда анализы, она говорит, что очень лопаются капилляры. Вот где швы, где разрез до года будет заживать. Я вам не рассказывала, но швы и разрез до конца не зажил. Ну как бы это всё так же неприятно. Вольно, но уже легче стало, чем тогда, когда я только родила. Написала мне свечи, которые Алексей не может найти ни в одной аптеке. Вот. Потом мне пришёл тест. И я поняла, там было написано, что нужно самоизолироваться. То есть никуда не выходить. Поэтому несколько дней я уже сижу дома. Ничего не снимаю. У меня просто апатия. Ничего не хочется делать. Не хочется готовить. Не хочется убираться. Вот этот вот кашель уже стала отходить мокрота. А был сухой кашель. И как будто бы в горле встаёт какой-то комок, который ты не можешь прокашлить. Я прям кашляла. Честно, девочки, до рвоты. Прям вообще не могла остановиться. Алексей говорит, остановись. Вот возьми, остановись. Я останавливаюсь. И меня аж я дышать не могу. Я захлёбываюсь и просто не могу ни носом, ни ртом дышать вообще. И мне приходится тут всё откашливать. Я бегу в туалет. Минут 15 просто кашляю. Это, конечно, вообще... Так бывает где-то раз в 3 часа. И я приняла решение взять антибиотики. Когда я в больницу ходила сдавать анализы, мне врач прописал специальные антибиотики, если будет хуже. Сегодня приезжал врач, смотрел мне в горло, сказал, что уже получше и сказал 3 дня вот эти вот антибиотики принимать. Молочко Лёша пьёт моё и то, которое заморожено. Вообще, врачи сказали, что можно кормить ребёнка с этими антибиотиками, но мы делаем это с перерывами. В одной груди у меня совсем нет молока. Вообще нет молока. Вы можете себе представить? То есть там может капелька выйти и всё. Во второй груди я могу насобирать 50 миллилитров. Мне кажется, это как-то связано с вирусом, возможно. Девочки писали мне в телеграме, что это нормально из-за болезни. Я купила себе ещё вот такие витаминки. Элевит про Наталь. Тоже мне посоветовала гинеколог новый. Я у неё спросила. У меня низкое железо и выпадывают волосы. Она мне посоветовала такие элевит про Наталь для кормящих женщин. В принципе, эффекта я пока не заметила, потому что я только два дня употребляю эти таблетки. Одна таблетка в сутки и всё. Кстати, девочки, лайфхак. Кто хочет повысить уровень витаминов у себя в организме, даже если вы не беременная, не кормящая, можно вот такие поливитамины использовать. Они, в принципе, никак не навредят вашему организму, потому что содержание витаминов здесь достаточно низкое. Надеюсь, я скоро вернусь к режиму ежедневных логов. Я тоже соскучилась. Хочется снимать видео. Хочется снять то видео, которое я вам обещала. Вопрос-ответ. Алексей у меня сейчас уехал в Леруа. Нужно продолжать делать ремонт. Нам осталось сделать затирку. Я вам в прошлом видео показывала наш ремонт. Очень красивый. Нам осталось сделать затирку в ванной. И подключать электрику, воду, туалет, ванну. И подключать их, в принципе, можно сказать, что все. Вот эти грязные работы остались позади. И нам останется только поклеить обои и сделать пол и потолок. Я надеюсь, что этим летом мы переедем уже на новую квартиру. После этой болезни Лешек опять стал очень много спать. У него каждые два часа сон. Большой, длительный сон. Раньше я думала, что у него организм перестроился. У него два или три дневных сна всего лишь. И не так уж долго. Но сейчас, я не знаю, может быть, он как-то легче ему переносить свою болезнь на сне. Потому что он очень много спит. Так же, как и я. Вообще ничего не чувствую. Сплю и ночью, и днем. Алексей только успевает мне подносить Лешеку. Я даже не помню. Он говорит, я тебе несколько раз приносил Лешеку, чтобы ты его покормила. Я даже не помню этого. Он его периодически то мою грудь Лешек сосет, то замороженное молоко. Это мы делаем для того, чтобы небольшая доза вот этих антибиотиков была. Вообще, с этими антибиотиками разрешено кормить, но так, чтобы перестраховаться вдруг что.